Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Вопрос-ответ. Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. По зову сердца. В Доме правительства обсудили развитие волонтерского движения. Щелкунчик и Холодное королевство. Чебоксарские парки готовятся к новогодним праздникам. Сегодня президент России отвечал на вопросы журналистов со всей страны. Как проходила вот уже 14-я по счету встреча с главой государства в кадре и за кадром. Слово Галини Титарчук вместе с оператором Андреем Шоклевым. Они работали на пресс-конференции главы государства. Главное информационное событие года. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Здесь в центре международной торговли иностранные федеральные региональные СМИ. По предварительным данным более 1700 журналистов. Из года в год внимание к традиционной предновогодней пресс-конференции президент России растет. В этом году вновь рекордное количество участников. Журналисты готовятся к встрече с главой государства основательно. Пишут заранее вопросы, рисуют плакаты, наряжаются в национальные костюмы. Честно, когда мне сообщили, что я кредитована на пресс-конференцию, я почувствовала радость, счастье. Но никак не волнение. А сегодня вот с утра какое-то волнение, не знаю, что-то прям, не знаю, боязнь, страх. Даже на меня это не похоже. Ну, это шаманский бубен, конечно. Он, конечно, декоративный. Конечно, мы не у шамана его взяли. Именно такие креативные журналисты чаще всего и попадают в сюжеты коллег. К примеру, работники Оренбургского ТВ с помощью пухового платка привлекли внимание Первого канала. Мы ищем самых ярких, самых красивых, ярких не только по внешнему виду. Нам важно и содержание, яркость самих вопросов. Соответственно, ну, глазами какой-то журналистской интуиции смотришь в толпе, кто привлекает внимание. Ну, я считаю, что все-таки лучше всего обращать внимание интересными содержательными вопросами. Даже, возможно, не внешним видом. Вот мы сейчас общались с коллегами. У них действительно злободневные вопросы и касаются и ситуации в мире, и их регионов в частности. От Чувашии в пресс-конференции принимали участие четыре журналиста. Вопросы для президента готовили, ориентируясь на предложения жителей региона. Пришло порядка 50 вопросов. В основном они касались темы ЖКХ, но были еще несколько очень таких интересных вопросов. Уже такой более федеральной повестки нашего Приволжского федерального округа. Они касались скоростной магистрали Москва-Казань. Железной дороги. Очень быстрой, качественной, которую изначально хотели построить до 2024 года. Но по каким-то причинам планы меняются. И сейчас непонятно, будет она или нет. Вот и хочу спросить от имени горожан нашего президента Владимира Владимировича. Будет ли дорога? Если будет, то в какие сроки? В этом году, как никогда, аккредитовано большое количество иностранных корреспондентов. Это и понятно. Отношения России с Америкой, Китаем, Великобританией сейчас в центре внимания всего мира. По традиции президент подвел к предварительной итоги года. Последние цифры от первого лица. ВВП вырос по итогам за 10 месяцев на 1,7%. За этот же период рост зарплаты составил 7,4%. А доходы населения выросли на 0,5%. Растет и покупательная способность. Сократился уровень безработицы на 4,8%. Растет профицит торгового баланса. В 2017 году, если вы помните, он составил где-то около 115 миллиардов долларов. А за три квартала текущего года уже 157. По итогам года ожидается 190 миллиардов долларов. Укрепляются наши финансы. Растут золото-валютные резервы на 7 с лишним процентов. В начале года они были 432 миллиарда. Сейчас 464 практически. Профицит впервые. Мы имеем профицит с 2011 года. Выйдем на профицитный федеральный бюджет в районе где-то 2,1% ВВП. Ну и растет фонд национального благосостояния примерно на 22%. Первый и неожиданный вопрос от журналистки ИТАРТАС о целесообразности новых национальных проектов. Владимир Путин отметил, что без поддержки таких направлений, как здравоохранение, образование и наука, невозможно нормальное развитие страны. Нацпроекты – это ясно поставленные цели. Они помогают эффективно взаимодействовать с регионами, улучшают качество жизни россиян. Никаких ограничений по тему и вопросам не было. Никаких согласований заранее. Не обошли вниманием и антидопинговые скандалы вокруг российских спортсменов, к санкции против жителей Крыма, пенсионную реформу и переработку мусора. На последний вопрос президент ответил, что ежегодно в России образуется около 70 миллионов тонн мусора, и его нужно перерабатывать. Так что реформа нужна и в этой сфере. До 2024 года по всей стране построят 200 мусороперерабатывающих заводов. В этот раз большая пресс-конференция продлилась почти 4 часа. Был задан 61 вопрос. Галина Старчук, Андрей Шокль из Москвы. Искоренить понятие «обманутый дольщик» призвана новая система. Переход на эскроу счета, а также перспективы строительной отрасли Чувашии сегодня обсудили в Доме правительства. Рост 125%. По сравнению с прошлым годом, общий объем строительных работ в 2018-м больше, чем на 38 миллиардов рублей. На стадии строительства сегодня 117 многоквартирных жилых домов. Вообще, объемы жилищного строительства должны увеличиться в полтора раза к 2025 году. Амбициозные задачи на ближайшие пять лет поставлены президентом России Владимиром Путиным. Ресурсы у нас земельные, строительные возможности имеются. Сегодня в работе находится порядка 2000 гектар земельных ресурсов. На данных участках можно построить 7 миллионов квадратных метров жилья. Жители Чувашии стали чаще брать ипотеку. 14,5 тысяч семей в этом году таким образом приобрели жилье. Кстати, большие федеральные преобразования коснутся долевого строительства. Деньги дольщиков будут храниться в банке на эскроу-счете. А строительные расходы будет финансировать банк. Только после того, как он ввел в эксплуатацию, эти средства возвращаются, вернее, перечисляются на счет строителя. Соответственно, банк частично забирает сумму кредитных средств. Дольщик же уже в это время полностью, скажем так, защищен. И если по каким-то причинам, например, строительная организация не может довести строительство, то это уже тогда проблема банка. А банк обязан вернуть дольщику полностью всю сумму. Строители, в свою очередь, с настороженностью смотрят на эту систему и опасаются возникновения нового понятия – обманутые застройщики. Возможности для обманутых строителей не будет. Это я абсолютно точно заявляю. Потому что банк, с одной стороны, продает жилье и кредитует физических лиц. А с другой стороны, мы полностью все затраты строителей финансируем в рамках этого проекта. По этой схеме в Чувашии уже работают два застройщика – ТУЗ и строительная компания «Центр». Полномасштабный же переход на счета «Эскроу» произойдет 1 июля 2019 года. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. По данным опросов, проводимых различными организациями, большинство жителей Чувашии оценивают межэтнические отношения в республике как доброжелательные. С созданием Ассамблеи народов Чувашии работа по укреплению дружбы и толерантности заметно активизировалась. Сегодня Советы по делам национальности и по взаимодействию с религиозными объединениями в Чувашской республике подвели итоги года. Созданная два года назад Ассамблея народов, проживающих в Чувашии, стала действительно работающим общественным институтом. Перечисление событий, которые прошли под ее эгидой, заняло у председателя Льва Куракова много времени. И это были яркие и интересные события. А готовить дни узбекской мордовской культуры, праздник Навруз, открытие культурно-патриотического центра в Батаревском районе, мероприятие, посвященное 170-летию Ивана Яковлева. Все это и многое другое не только разнообразило культурную жизнь, но и послужило объединению представителей разных народов. Мы с вами находимся на верном пути. Если так будем держаться, мы добьемся новых успехов в социально-экономическом развитии на основе укрепления единства народов. Без единства укреплять и социальную политику, и укреплять экономическую политику, и патриотизм невозможно. Лев Кураков отметил и большую поддержку со стороны органов власти республики. В частности, в короткие сроки удалось отремонтировать Дом дружбы. И у национально-культурных объединений появилось место для встреч и проведения своих праздников. Там же проходили и встречи с интересными людьми, благотворительные вечера и детские праздники, фестивали культур, научные конференции. В планах на следующий год и у Ассамблеи, и у Совета по делам национальности достаточно направлений. Это и взаимодействие с конфессиями, и социально-культурная адаптация мигрантов, и работа с иностранными студентами, и многое другое. Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев поблагодарил всех за сотрудничество и конструктивное общение с органами власти, отметив, что для улучшения межэтнических и межконфессиональных отношений в республике сделано очень много. Дорогого стоит. Знаете, что малейшее упущение перечеркивает всю ту положительную деятельность, которую мы вместе с вами проводим. Поэтому нам нельзя самоуспокаиваться. Результаты есть, но эти результаты надо сохранить. Бесконтактное мошенничество. Более 56 миллионов рублей перечислили жители республики со своих банковских карт злоумышленникам. Несмотря на многочисленные разъяснения и предупреждения правоохранительных органов средств массовой информации, люди продолжают доверчиво переводить деньги за услуги незнакомцам. Сегодня на заседании комиссии по профилактике правонарушений в режиме видеоконференц-связи с главами администрации муниципальных районов и городских округов еще раз расставили акценты, как обеспечить безопасность жителей региона. Чебоксары Выдача приза 70 тысяч Социальные сети Социальные сети Чебоксары Заим денег Доставка автомашины из другого города 20 тысяч Чебоксары Продажа куртки Тольятти Из Тольятти совершил Следующий Продажа крупнорогатого скота Из Крыма Быка за 6 тысяч хотел привезти к нам За эти и другие услуги люди продолжают перечислять деньги мошенникам, передавая им данные своих банковских карт. Итог остается без денег. Число преступлений, совершенных таким бесконтактным способом, в Чуваше выросло. Жертвами мошенников становятся как пожилые, так и молодые люди. Ущерб, наносимый мошенниками, может составлять от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей. При этом вероятность его замещения крайне низка. Как вами уже было обозначено, за 11 месяцев текущего года ущерб составит более 56 миллионов рублей. В разрезе бесконтактных ощущений особое место занимает эта кража, сочетов банковских карт. Мошенники ищут жертв по объявлениям, которые люди размещают в интернете путем взлома аккаунта потерпевших. Могут представиться и сотрудниками банковской структуры. Бесконтактное хищение сложно раскрыть. Более 97% этих преступлений совершены людьми, которые находятся за пределами Чувашии. И здесь без профилактической работы не обойтись. Правоохранительные органы работают во взаимодействии со средствами массовой информации. Особое внимание в будущем планируют уделить хакерским атакам, когда выводят из строя различные системы технические средства. Специалисты планируют подготовить пошаговую инструкцию о том, как защитить гаджеты от вирусов. В Чувашии по требованию прокуратуры заблокирован доступ к 21 интернет-ресурсу, на которых размещалась онлайн-игра «Убей учителя». Игра жестокая и призывает к нарушению закона. Пользователю предлагалось на выбор с помощью имеющихся предметов причинить вред преподавателю. Вход на сайт был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля. Пройти игру мог любой пользователь. Прокуратура Ленинского района города Чебоксары в ходе мониторинга сети интернет выявила 21 ресурс, на которых размещалась онлайн-игра с пропагандой насилия в образовательных организациях. По размещенной информации в виде онлайн-игры способствует совершению насильственных преступлений в целях исключения доступа гражданам к данным сайтам, прокуратура Ленинского района направила в суд исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территорию России. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. В настоящее время доступ к 21 интернет-ресурсу запрещенной информации заблокирован. В нашей стране запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. В этом году прокуратура Ленинского района добилась блокировки адресов 37 сайтов, на которых была игра с пропагандой насилия в образовательных учреждениях. Все они внесены в единый реестр запрещенной информации. Второй месяц в республике мусор вывозят по новым правилам. Как наложена работа в Мурпосадском районе, проверяла наша съемочная группа. В селе Октябрьское о вывозе мусора задумались еще в 2006 году. Жители поняли, использовать мешки неудобно и непрактично. Сельский совет принял решение поставить металлические ящики. Но и они оказались не совсем удобными. Но эти ящики опять быстро наполнялись. Опять мусор валялся по улице, полиэтиленовые мешки летали по улице. Опять приходилось собрать, тем более вот этот ящик стоял недалеко от нашего дома. А мне не нравится, когда около моего дома валяются мешки, вот эти, в общем, мусор. Я почти постоянно собирала. А вот эти ящики с крышкой, тем более, очень мне нравятся. Очень удобные. Открыл, бросил и все. И забот нет. В шести деревнях Октябрьского сельского поселения установили 30 контейнерных площадок. 12 по программе инициативного бюджетирования. Контейнеры 1,1 куба вывозятся еженедельно по пятницам. По требованию они могут вывезти, если контейнеры будут переполняться через каждые три дня, а то и ежедневно. Ну, по мере того, как мы будем уже просить их. А это уже Перочурашевское сельское поселение. Здесь нововведениями жители довольны. Валентина Феофанова рассказывает, такой системы вывоза мусора ждали давно. Но есть некоторые замечания. Предлагают для сельской местности пониже, чем по сравнению с городом. Потому что в год собрать 2,02 кубометра отхода, не из каждой семьи это получается. Поэтому теперь вопрос решается. Нельзя ли вот это рассмотреть применительно каждому хозяйству более-менее подходящую цену устанавливать? В Чувашии один из пилотных регионов. Новые системы по обращению с отходами пока только тестируются. Вполне возможно, в будущем в нее внесут изменения. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Сегодня в Доме правительства обсуждали перспективы развития волонтерского движения. Сейчас в Чувашии насчитывается более полутора тысяч добровольческих команд. Их количество продолжает увеличиваться. Какие меры поддержки предпринимают власти регионов – подробности у Дмитрия Ковалева. Волонтеры – движущая сила. И это подтвердил уходящий год. Без участия добровольцев не проходит ни одно крупное событие. Очевидным примером стал чемпионат мира по футболу. На мундиале работали и студенты из Чувашии. Наши студенты участвовали и в Мордовии, и в Татарстане, и в Москве, и в других городах. Молодежь на самом деле селеустремленная хочет добиться этой жизни через инструменты института самореализации и занять достойное место. Добровольцев ждут и на другом мировом чемпионате WorldSkills. Он пройдет в Казани в следующем году. Центр по набору и подготовке волонтеров на первенство в профессиональных компетенциях открыт и в Чебоксарах. Получено уже более 1200 заявок, из них 70% – это от волонтеров Чувашской Республики. А среди 15 ресурсных центров мы занимаем третье место по количеству волонтеров, зарегистрированных на каждое место. На счету добровольцев тысячи реализованных проектов. В движение волонтеров вступают и школьники. Один из учащихся школ из села Тарханы придумал интересный проект по сбору, утилизации неиспользованных батареек. А вырученные деньги отправили в наш марафон, который ежегодно проводится в Чебоксарах Республике, имя детства, во имя детства. Увеличивается количество регистрированных волонтерских объединений. На сегодняшний день в Чебоксарах Республике их насчитывается семь. Ведется работа по публизации единой информационной системы «Добровольцы России». На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 220 объединений и более 3400 добровольцев. По этому направлению Чебоксарах занимается сегодня третье место в Российской Федерации. Пополняются ряды волонтеров-медиков. Добровольцы проводят лекции для школьников, обучают оказывать первую медпомощь, ухаживают за больными. Мы делаем основный упор на санитарно-профилактическое просвещение населения. Мы ведем профилактические лекции по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Ведем пропаганду здорового образа жизни и отказа от курения табака и электронных сигарет. В республике работают и отряды православных добровольцев. Под свой патронаж волонтеры взяли региональные хосписы. Одним из проектов была установка по просьбе насильников таких вот уголков с иконами в местах, в комнатах пребывания. В эти же дни проходят рождественские елки, где ребята, вот видно на слайде, помогают в раздаче подарков, помогают детям с ОВЗ, инвалидам в посещении и участии в рождественских елках. Большую работу проводят и поисковики. Сейчас в республике порядка 40 отрядов. Нашими отрядами подняты останки 45 советских воинов. В этом году наиболее яркими были экспедиции в Севастополь, на побережье Баренцево-Морина, полуострова Рыбачий и Средний, Новгородск, Ленинградской, Тверской области. На хребте Муста-Тунтуре Мурманской области мы установили два памятника, вернее памятные плиты на местах подвигов наших земляков Чебоксарса Юрия Калпинского и урожено-цениковского района Семена Орешникова. Поисковикам необходимы условия для оцифровки архива военкоматов. Глава региона поручил министру культуры оказать содействие в этом вопросе. Поддержка инициатив волонтеров выходит на первый план. Для этого и создавали региональный совет по развитию добровольчества. Одна из эффективных мер освобождения от уплаты налогов тех, кто получает гранты. Также налогом не облагаются выплаты денежной или натуральной формы, полученные на возмещение понесенных волонтерами расходов в ходе благотворительной деятельности. Может быть это не такие большие средства, но по крайней мере решение принято для того, чтобы это движение на самом деле развивалось. То есть это движение дает дополнительные стимулы для того, чтобы наши молодые люди сплачивались и неиссякаемая энергия была направлена только на добрые дела. Развитие добровольчества теперь и часть национального проекта. Обсуждать инициативу волонтеров члены совета продолжат и в следующем году. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика. Чем на этот раз городские парки удивят жителей и гостей столицы в новогодние праздники? Ответ знает Юлия Важенина. Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в парк Лакреевский лес, огромное количество цветящихся гирлянд. Они повсюду на декоративных арках, столбах и деревьях. Ощущение, как будто попадаешь в сказку. Вернее, сразу в две. Так решили жители столицы Чувашии. У нас было несколько наработок по сказкам. И мы сделали голосование на портале администрации города. Предложили на выбор сказку «Щелкунчик» и сказку «Холодное сердце». В итоге практически 52% наших жителей города Чебоксар попросили, чтобы мы сделали и ту, и другую сказку. Поэтому в эти новогодние праздники вы увидите героев и «Щелкунчика», и «Холодного сердца». Эти представления определенно стоит посмотреть. Не зря сказка Лакреевского леса стала победителем всероссийского конкурса «Лучшее мероприятие 2017 года» в российских парках. Это абсолютно новый формат сказок. Дети не просто смотрят представления, но и сами в нем участвуют. И, конечно, получают призы. Ну а заканчивается все световым шоу ровно в 16.00. Помимо всего прочего, гости парка могут покататься с горки, взять в прокат коньки и тюбинги. Мы вот часто здесь гуляем, катаемся на ватрушках здесь. А здесь можно почувствовать себя настоящей елочной игрушкой. Залезть в стеклянный чудо-шар и загадать желание. Новый сезон открылся и в парке имени космонавта Николаева. В этом году здесь появился дом снеговика. В гостях у помощника Деда Мороза можно не просто сфотографироваться, но и кое-чему научиться. Здесь проходят мастер-классы по мыловарению, созданию новогодней открытки, сборке кубика Рубика. Мы делаем некий семейный клуб, который позволит родителям вместе с детьми провести время вместе и получить определенные навыки по развитию моторики, по некоторым взаимоотношениям между родителями и детьми. За уголок у нас также будет работать. За уголок у нас тоже преобразился. У нас украсились вольеры, мы сделали подсветку. И даже вот сейчас, в темное время суток, можно будет прийти и увидеть всех животных. Зимние неолимпийские игры вместе с хоккейным клубом Чебоксары и с фондом Доброе дело специалисты парка организовали турнир для ребят из неблагополучных семей, воспитанников детских домов. Кстати, в этом году впервые в парке Николаева пройдут представления на русском и английском языках. Со 2 по 7 января все желающие смогут отправиться в захватывающие путешествия с Дедом Морозом и Снегурочкой. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Это все новости на сегодня. Всего вам хорошего. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова